От пациентки. Пациентка 70 лет перенесла операцию по удалению невренума в позвоночнике, нижний отдел. Выписана на третий день, проблем не было, и через день после выписки потеряла кратковременно сознание, поднялось давление, речь спутанная, состояние возбужденное. В реанимации сделали КТ, на инсульт не похоже, либо рано. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 70 лет. Дата исследования. 18 мая 2022 года. Область исследования. Головной мозг. Проведено МСКД исследования головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суб- и супротентериальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга смещены вправо на 4 мм. Слева сформирована субдуральная гематома длиной более 110 мм, толщиной до 6 мм, плотность содержимого гематомы до плюс 27, плюс 47 Хаунсфилда. В обоих бледных шарах определяются участки повышения плотности до плюс 65, плюс 72 Хаунсфилда. С отдельными включениями, размером до 2-3 мм, плотностью до плюс 99 Хаунсфилда, размерами до 12 на 6 мм. Желудочковая система мозга. Третий желудочек до 10 мм. Боковые желудочки симметричны до 18 мм. Индекс Эванса 0,34. Перевентрикулярно очагилий кориоза. Область турецкого седла не изменена субрахноидальные пространства, и борозды мозга умеренно расширены. Цистерны основания мозга несколько расширены. Убедительных данных за наличие объемных образований головного мозга не получено. Кости свода и основания черепа не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Пневматизация придаточных пазух носа сохранена, патологические включения в них не выявлены. Носовая перегородка изобразно искривлена. Просвет интубационной трубки в зоне сканирования свободен. Заключение. КТ-картина более характерна для кровоизлияния, менее вероятны участки обозвествления, в подкорковых ядрах, смещения срединных структур вправо. КТ-признаки левосторонней хронической субдуральной гематомы, дисциркуляторной энцефалопатии, гидроцефалии, искривления носовой перегородки. 18 мая 2022 года доцент кафедры К.М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, в подкорковых ядрах с обеих сторон есть признаки свежего кровоизлияния в вещество головного мозга, то есть геморрагический инсульт. Менее вероятно, что это участки обозвествления. Также есть хроническая, несвежая, левосторонняя субдуральная гематома, небольшое смещение срединных структур вправо. Опасность таких гематом в том, что кровоизлияние, которое вызвало гематому, может повториться. Интубационная трубка стоит правильно, просвет ее свободен. Вопрос пациентки. Пациент на ИВЛ при попытке снять. Второй раз начались судороги. Показатели легких кровь нормальные. У врачей следующие версии. Эпилептический припадок, водянка, гидроцефалия, инсульт ишемический. Теперь добавляем. Инсульт геморрагический. Если попытка снять с ИВЛ будет удачной, то завтра утром попробует сделать МРТ. Если нет, то КТ повторно. Вопросы. Первые. Даст ли КТ ДОП информацию, при условии, что первое было 24 часа назад, фактически, при первых судорогах? Второе. Даст ли МРТ более развернутую картину по инсульту? Третье. Будет ли информативно МРТ с Т? З. Эпилепсия или здесь нагляднее энцефалограммы? РЭК, ЭК, ММК. Комментарии врача-рентгенолога. Первое. Если КТ с контрастом будет ТО, новая информация будет. Второе. Да, МРТ в данном случае очень поможет прояснить ситуацию. Третье. Не уверен, что получится сделать. В поиске эпилепсии МРТ более длинные, и лежать хорошо надо. Велик риск того, что не получится. Лучше контраста добавить. Лучше контрастом будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok